Правая рука есть, а где же левая? Сегодня заместителем улан-уденского градоначальника является Александр Иренчеев, однако его мэра улан-уден недостаточно. По словам ратующих за введение первого зама, новая должность только поможет развить систему управления в столице Бурятии. Так полномочия между первым и просто замом-мэром можно будет разделить по сферам деятельности. Один с головой окунется в сферу законодательной власти, другой в исполнительную. Введение должности первого заместителя является необходимой мерой, которая в дальнейшем положительным образом скажется на эффективности системы управления в условиях новой экономической политики и на качестве исполнения вопросов местного значения. Кроме того, первый зам поможет в урегулировании вопросов местного значения, число которых с каждым годом увеличивается. Несмотря на приведенные доводы и поддержку ряда ведомств и министерств Бурятии, не все присутствующие за назначение очередного чиновника. В условиях сегодняшнего кризиса нет смысла раздувать шар. Наоборот, надо сокращать, говорит господин Будуев. Депутат выступил против появления первого зама. Его мысль поддерживают и в народном хурале Бурятии. Они за полгода приняли 45 решений. Казалось бы, нагрузка небольшая. И при этом должность первого заместителя с такой огромной заработной платой горожанам виднее. Если хотя бы, ради бога, могут и хоть сто специалистов, представителей горсовета, его специалистов содержать. Но это все решать горожанам города. А мы свое слово сказали. И возвращаясь к публичным слушаниям, в следующем после Николая Будуева слово взял правозащитник Бато Богдаев. Совсем недавно оппонент, а сегодня соратник Александр Голкова. И поэтому, наверное, сегодня надо отдать должное действующему мэру, что он готов делиться властью. Вы говорите об абсолютизме. Между тем, действующий глава муниципалитета готов настилить ответственность. И так барабанная дробь за проявленную щедрость мэра Голкова проголосовало абсолютное большинство. 129 человек из 144 присутствующих. Двое воздержались, четверо против. Голосующие даже продинамили мнение прокуратуры Бурятии. В отсутствии источников дополнительных поступлений в бюджет и в условиях сокращения бюджетных ассигнований по ряду статей расходов бюджета, введение новой должности первого заместителя мэра Улан-Удэ противоречит требованиям бюджетного законодательства. Кто станет вторым в городе после Александра Голкова, мы узнаем на ближайшие сессии Гурсовета. В кулуар уже все чаще стало звучать имя Алексея Хондархаева. Вероятнее всего, именно он займет новую престижную должность. Наталья Домбаева, Александр Хомаганов, Первая альтернативная.